всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю новый влог девочки как прошли ваши майские праздники я немножко занималась садом ну как огородом в парник в теплицу я посадила редиску и немножко зеленушки вот но так особо просто порядок наводила в общем все праздники на самом деле устала и поняла что спина моя тоже очень устала еще покрасила волосы закрасила себе как всегда всю кожу девочки это у меня как всегда еще ходили мы с боночкой на финский залив у нас такой ветер на улице плюс 5 и ветрено очень сильно вам вставлю потом кусочки покажу он финский залив еще магазин зашли и я зашла получила свой заказ сайта сайта вальберес вот такие вот наборы для моих сыночков они пришли мне просто вот в таких вот пакетиках вот на вальберес я заказала до такой 2 в такой очень классно эти наборы это даже мой заказ заказ моих детей но у меня уже знаете тоже на сайте вальберес там заказ за заказом идет поэтому буду постепенно все все что буду получать все обязательно буду вам показывать вот и очень много там классных наборов меня старшему сыну 10 лет ему же не интересно особо какие-то игры но хочется чем-то заняться интересненьким и вот такие наборчики очень супер вообще они меня вдвоем обычно садятся даже вот один набор вдвоем садятся и час минимум тишина никто не ругается детям очень нравится вот поэтому такие планеты надо будет мне еще это я как бы на майские праздники мы заказала дам следующий а еще надо будет не на лето что-то тоже такие наборчики очень нравится моему моим деткам вот сейчас я вам я вам конечно же ссылочки все оставлю на зон на вальберес можно как я уже сказала заказать вот огромнейший выбор я думаю что всем детям будет очень интересно вот так что сейчас откроем с детками посмотрим а я потом еще вам покажу покупки просто заходила продуктовый магазин обещала показывать вам покупки так что все покажу вот такой вот у нас набор отпечатки пальцев сохрани доказательства поймай виновных бонус сейчас тебя ловить будем отпечатки лап будем доведились инструкция она это просто отпечатки пальцев детективный наборчик а вот сюда как раз отпечатки пальцев давай набор открывай планеты нужно делать который прыгающие планеты нам еще одна еще походу инструкции а так вот сравнивать отпечатки и это походу для того чтобы обозначить улики до а вот это для отпечатков пальцев у меня тут руководитель тихо не это засыпает надо вот такую штучку потом добавлять воды до гранулы гранулы у нас даже левушка пришел поучаствовать до левушку и сладкий мальчик смотрите получилось какая планета она немножко липкая как ее достать вот я вытащила он слегка липкий нужно ставить чтобы он подсох немножко пусть полежит посохнет сделайте другой пока какой-нибудь что пока не эти девочки красота все дети заняты не ругаются даже как ни странно так а здесь у нас отпечатки пальцев смазанные надо вот так вот так и вот так и убираешь сразу пробует у нас уже не липким давай бросай его прыгает как класс давай еще ай ну не так сильно то он ляпану понравилось вашу джусь его не погрызла поймал все у нас вот такое развлечение теперь до все развлекаются девочки ссылочки я вам оставлю девочки ссылочки я обязательно оставлю переходите игрушка классная вау Субтитры создавал DimaTorzok 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 Морковка, конечно, на мой взгляд, дороговато. Что-то 65 рублей на 61 рубль. Ну, ладно, я сегодня хочу салатик сделать. С капусточкой, морковочкой, чуть-чуть уксуса, в общем, такое. Мандарины. Вот получились по 199 рублей на 264 рубля. Ну, это Сынга захотела. Купили немножко вкусненького, сынолькой. Вот такой банановый пирог. Он там был на акции, стоит 65 рублей. С копеечкой там, ну, 65. Почитайте. 5 штучек. Вот, наверное, будет вкусно. И вот такие вот мини-маффины. Кстати, очень вкусные. Я редко их покупаю, но они мне очень нравятся. Не знаю, почему с вареной сгущёнкой. Мужу моему тоже нравится, но я вот редко покупаю. Они стоили 135 рублей. И самое главное, не показала. Это я просто убрала в холодильник, потому что ехала в машине, и мне так захотелось вот такой минералочки солёненькой. Ну, она же такая немножко солёненькая. Девочки, так прям вообще мне, я не знаю. Я их очень редко пью. Я не разбираюсь, какие хорошие, какие или нет. Но вот эта мне очень понравилась. Она в меру солёная, в меру газированная. Потому что бывает, знаете, такая вот она прям совсем такая вот, ну, невкусная, короче. Вот. Вот эта мне очень понравилась. Кавказская какая-то, вода минеральная. Стоила, была, кстати, на акции 64 рубля стоила. Вот, смотрите. Вот такая вот. Не знаю, кто производитель. Производитель город Кулебяки. А, это по заказу. Производитель город Ессентуки. Вот. Так что, вот такая вот водичка. Она мне очень понравилась. Ессентуки? Нет, Боржоми он такой слишком, по-моему, газированный. Или Ессентуки слишком газированный. Я не помню. Но вот это вот прям то, что надо. Поставила в холодильник. Буду пить холодненькую. Вот. Ну, крайне редко, кстати, покупаю. Но бывает, находит. В основном у меня, кстати, летом люблю вот пить. Зимой как-то вообще не пью. Летом люблю. В общем, опять зашла, девочки, в магазин. И, знаете, тоже давно не было закупок у меня в ленте. Нигде. Ну, ничего. Сейчас у меня школа закончат. Я уже не буду шляться по всяким магазинам. И буду уже... Школа-садик, я имею в виду, да? И буду уже, наверное, так раз в неделю ездить и закупать. А по мелочи что-то у нас в местном магазине. Покупать. Ну, как-то так будет, наверное. Наверное, я так думаю. Потому что уже ездить. Тем более, если жарко будет. Жарко лет. Хотя, обещали холодное. Ну, в общем, уже будет, наверное, некогда мне ездить туда-сюда. А сейчас, знаете, вот еду в школу ребенка забирать. Нет, нет. Да, зашла то в пятерочку, то в Дикси, то туда, то сюда. И получается, что вот зашла там, допустим, за кормом. Вспомнила, что батона нет. Дома, что масло заканчивается. Ну, мандаринки тут же. Это, это. Ну, как у всех все, наверное. И еще, девочки, меня просили показать подарки на мою день рождения. Что мне подарили. Ну, я такой, из интересненького, да. Один главный подарок, самый главный, он ко мне еще не пришел. И когда придет, я пока еще не знаю. Потому что мне еще даже пока не отзвонились. Насчет доставки, когда привезут. Но, в общем, да. В общем, у меня в этом году вот такое. Я заказала себе все, что нужно, выставила мужу счету на платье. Ну, как-то вот так. И я теперь все сама езжу получаю. В общем, конечно же. Конечно же. Куда без этого. Я уже давно ничего не покупала в Санлайте. И не покупала давно. Потому что они подняли цены на серебро. Сейчас цены снижаются. Но они снижают цены не на все. Не на все позиции. В общем, я заказала то, что я давно хотела, давно смотрела. Там еще скидка у них. И плюс к скидке этот, как его, бонусами можно оплатить. Там что-то 20% или что-то в этом духе. Я бы просила не упаковывать мне вот эти коробки. Потому что эти коробки я все равно выбрасываю. Мне просто дали пакетик, упаковочку и чек. Никаких, кстати, промо-кодов. У меня аккаунт зарегистрирован на мужа. То есть у нас один и тот же аккаунт. И я там кинула в корзину, а он мне оформил. Как-то так. Вот. Поэтому к дню рождения там никаких мне бонусов не было. Вот. Съездила, я получила. И, кстати, почему-то теперь нет доставки с Анлайта. Раньше была доставка там на тысячу рублей. А сейчас мне написали, что ко мне не приедет никто. Вот. Ну, дали, конечно же, карточку с этими бонусами. Но у меня этих бонусов, на самом деле, там очень много уже. Давайте вместе с вами распакуем. Смотрим, что там, что там, что там. О, давайте начнем. Самое главное. Я вот эти вот сережки мерила как-то в магазине, девочки. Мне очень они не понравились. Это было еще до Нового года. Я почему-то их не купила. Я помню, что-то другое купила или что-то в этом духе. Я уже не помню. Или это было осенью как-то. И в этот раз я решила, что я хочу их. Сейчас я лесочку беру тут все. В леске замоталось, как всегда. Сережки очень классные. Они единственное, что такие достаточно тоненькие. Наверное, непрактичные, наверное, я так думаю. Потому что мне иногда пишут, я показываю там, знаете, какие-то украшения. Мне там, ой, это непрактично. Ну, наверное. Я украшения покупаю для того, чтобы они были украшениями. Вот. Но они на самом деле действительно такие. Сейчас я покажу. Вот такие вот серебряные квадратики я заказала. Конечно же, они очень тоненькие. Они очень быстро. Ну, то есть, вариант погнуть их, мне кажется, вообще невелик. Но вот такие квадратики. Мне они очень понравились. Я их мерила в магазине уже. Ну, мне кажется, это было осенью, наверное. Я не знаю, почему-то я их не купила тогда. Такая застежка, на самом деле, честно вам признаюсь, не очень надежная. Видите, смотрите. Оп. Не очень надежная застежка. То есть, вероятность их потерять очень-очень велика. Их на самом деле можно вот так вот продеть, да. А можно квадратиком. Кстати, вот так вот мне нравится больше. Вот так вот. Таким. Ромбиком. Ну, прикольно. Они, как бы, видите, такие вроде и очень легкие, не оттягивает ничего. Мне кажется, на любую мочку подойдут. Они, с одной стороны, такие заметные, а с другой стороны, очень легкие и незаметные. Мне вот так больше нравится. Можно вот так вот. О, видите, тронула, она расстегнулась у меня, сережка. Надо будет... На самом деле, в таких случаях вот эту вот штучку надо немножечко поджать. Я обычно мужу даю, он мне все время ремонтирует все мои ювелирные украшения. Ну, и серебряные в том числе. Стоили эти сережки 656 рублей, девочки. За 656 рублей, я подумала, будет отлично. То есть, можно как квадратиком носить, а можно вот так. Вот так мне нравится больше. Давайте их вот так вот. Ну, муж придет, он мне... Там чуть-чуть вот это вот, куда вставляется сама серьга, нужно просто немножечко поджать, и будет супер. Смотрите, прикольно. Они и незаметные, и в то же время такие заметные. Ну, короче, вы поняли, девочки. Так, дальше. И я купила себе вот такой шармик. С короной, девочки. Куда я без короны, да? Смотрите, два сердечка и корона. Очень нравится этот шармик. Он сделан как бы как под черненое серебро, да? То есть, такой он отличается по цвету, на мой любимейший браслет. Вот мой браслетик. Кто меня давно смотрит, помнит, что я изначально покупала кожаный браслет. Но кожаный браслет я провала, когда мы ездили в Сочи. Я, видимо, за что-то зацепилась. А еще я его постоянно снимала, потому что вот эти все... Вот эти все постоянно, где вот эти рамки, они постоянно пипикало у меня. И мне пришлось его постоянно снимать. То есть, каждый раз, когда я проходила вот эти рамки, как там металлоискатель или какие там, я каждый раз снимала, и в итоге я, видимо, дернула и порвала браслет кожаный. Поэтому муж мне как-то в свое время подарил вот такой вот браслетик. Тут, кстати, тоже сердечко. Кто-то мне писал, что это детский браслет. Да, детский. Вот у меня тут всякие. У меня есть вот такая лапка. Кто, кстати, не видел, покажу. Вот такая монетка. Кстати, вот эти все позолоченные, которые, они все, вот видите, стерлись у меня, девочки. Вот у меня есть лапка, монетка. Потом вот такое трио Вера, Надежда, Любовь. Здесь крылышко, крестик и сердечко. Вот такая... Все, я все уронила, как всегда. Это вот такая обезьянка классная, просто сердечко. Вот такой вот шарик с самолетиком. Это, кстати, шарик с самолетиком мне подарил муж вместе вот с этим браслетом. И вот такой вот лапку тоже. Лапку это животные. Ну и так как тот браслет я порвала в путешествии, то как бы да. Теперь еще у меня вот такой бантик. Я его кожаному браслету покупала. Вот такое вот сердечко с короной. Вот такой вот у меня клевый браслет. Я, кстати, вот этот браслет ношу, не снимаю. Я его снимаю только тогда, когда принимаю душ. Всегда я все серебряные украшения обязательно снимаю, когда принимаю душ. Потому что серебро все-таки нельзя мыть, скажем так. И самое главное, что я заказала, что я очень давно хотела. Кстати, вот эта подвеска, она стоила 462 рубля. Вообще красота, да. И самое главное, что я хотела. Единственное, что к этому есть пара вместе с чем? С серьгами. Вот. Но сережки я почему-то не стала брать. Потому что я в последнее время люблю именно такие крупные серьги. Я очень редко ношу такие маленькие гвоздики. А к этому колечку идут именно гвоздики. Вот такое вот серебряное кольцо с натуральным топазом. Да. Вот здесь даже на бирке указано, что это натуральный топаз. Производство Россия. Серебро. 925 пробы. И натуральная отставка топаз. То есть это натуральный топаз. Натуральный топаз. У меня, кстати, есть украшение одно золотое с натуральным топазом. Оно со временем немножечко светлеет. То есть он вот такой голубенький. Немножечко потом посветлеет. Но кольцо вообще огонь, девочки. Есть точно такие же гвоздики. Вот кто любит гвоздики, обязательно купите. Ну, не знаю. Я раздумываю. Может быть и гвоздики потом себе тоже закажу. Еще вот такое вот колечко. Смотрите, какое. Мне так захотелось. Я когда увидела. Я увидела там на сайте фотографии девчонок. Ну, которые фотографировали. Вот это колечко. Мне так понравилось. Смотрите, какое прикольно. Голубенькое такое. Хотя я из украшения очень люблю именно серьги и браслеты. Больше всего, нежели кольца. Вот. Но супер. Да, девочки? Вот такое вот колечко. Покажу вам поближе. Ну, серьги, я думаю, видно и так, да? Серьги прикольные. Классно. 600. Сколько они? 600. 656 рублей. Вся красота. Из серебра. Но они такие тоненькие-тоненькие. Их погнуть. Там будете раздеваться волосами или что, зацепите, и он может слететь. Это правда. Ну, я предупреждаю сразу. Вот. Ну, браслетик понятно мой. И такое вот колечко красивое. Смотрите, какая красота. Натуральный топаз и серебро. И там были отзывы девочек, которые писали о том, что вот это серебряное украшение носят на постоянной основе, и серебро не темнеет. Смотрите, как он. Можно сочетать с чем-то, да? То есть еще какое-то сюда колечко одеть. Ну, это вообще красота. Мне очень нравится. Вот так вот я немножко побаловала. Но потом еще, конечно же, покажу вам покупки, которые... Ну, и заказ один, который мне на день рождения тоже от мужа. Решила вам поближе показать колечко. Смотрите, какое оно классное. Еще огранка у него очень прикольная. Советую, если вы любите гвоздики, советую еще и гвоздики такие заказать. Это натуральный топаз, девочки. Цена вообще... Цена, кстати, их я не назвала. 1936 кольца. И где-то что-то тоже тысячи две стоят серки, по-моему, что-то в этом духе. Вот у него бирочка. Серебро 925-й пробу. Натуральный топаз. Так, а я тут приготовила... Сделала суп-горох. Сварила его вечером сейчас, потому что я с утра не успеваю готовить ничего. Потому что я гуляю вот с этой мадам. Гуляем мы уже с ней больше часа. В общем, каждый раз мы все дольше и дольше ходим. Шляемся везде с ней. В общем, поэтому сварила сейчас, чтобы завтра на обед у меня было. Сделала наггет с мальчишками. Обычные в панировочных сухарях. Я уже много раз показывала яичко. Потом в панировочные сухари на сковородочку обжарила. И супер. И сделала еще, девочки, пюрешку. У меня еще котлеты есть. Так что мужу котлеты, а это мальчишка у меня. Вот так что наготовила тут. Все. Завтра у меня обед есть. Останется только завтра что-нибудь на ужин. Наверное, сделать, если сегодня все не съедят. То есть, если наоборот сегодня все съедят, то завтра что-то на ужин надо сделать. Так что вот так вот, девочки. У нас уже вечер. Но сережки прикольные. Они мне, кстати, так в итоге ни разу не расстегнулись и не упали. Так что класс. Колечко. Девочки, смотрите, какое колечко. Супер. Что-то у меня помада вся размазалась. Надо сережки такие, да. Представьте, вот с таким камушком. Такие сережки. Очень классно. Тем более, если это тапаз. Это вообще супер, да, вот такие? Надо мне сережки такие. Что-то захотела. Прям колечко поносила целый день. И сережки такие захотелось. Хотя я люблю вот такие всякие весюлечки. Всякую ерунду люблю. Не знаю, мне очень нравится. В общем, что-то у меня помада размазалась. Размазалась. Ну ладно, девочки, я уже побегу в душ. На сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, ссылочки я оставила вам внизу в инфобоксе. Всех люблю целую и до новых встреч.